Много шума и ничего. Пока, по крайней мере. Еще три недели назад в СМИ просочился так называемый сиротский скандал, в котором оказалась замешана больница Симашка. Все началось с банальной статьи, но затем этот полудетективный сюжет начал развиваться в ускоренном темпе, достиг федерального масштаба и уголовного дела и сейчас катится. Правда, уже с более медленной скоростью и скорее по инерции. Ведь, несмотря на всю шумиху, многочисленные комиссии и следствия так и не ответили пока на главный вопрос. Издевались ли в клинике над сиротами? И если да, то кто в этом виноват? Банальный человеческий фактор или сбой в системе? Ведь Симашка не единственная больница, где случается ЧП. В конце сентября в областном наркодиспансере был убит пациент. Погиб в неравной схватке с соседом по палате. И это уже не первый такой инцидент. Но вот извлекут ли те, кому это по должности положено из этого уроки? Что касается расследования скандалов Симашка, то в этом случае с руковыводами не спешат. Когда информационная бомба только сдетонировала, официальные лица были суровы и категоричны. Были отстранены от работы непосредственные виновники этой ситуации. Также руководитель отделения больницы имени Симашка инфекционного и руководитель самой больницы имени Симашка. Возбуждено уголовное дело, идет следствие. Я думаю, что после оценки этой ситуации правоохранительными органами кадровые решения могут быть более суровыми. Глава врача Симашка, заведующий инфекционным отделением, где и случился скандал, и медсестер поначалу отстранили от должностей. Но затем пошли на попятную. Комиссия по медицинской этике хоть и признала, что нарушения были. Работа в области этических отношений, в области этики в больнице городской номер 2 имени Симашка, все-таки не на должном уровне. Она требует вмешательства нашей комиссии. Но увольнение без суда и следствия посчиталось слишком суровым наказанием. Они совершенно незаконно были отстрадены. Вчера эта ситуация была изменена. Приказы эти отменены. Медсестеры вернулись к своим обязанностям. Заведующая работает с приставкой ИО. Главврач тоже имеет все шансы удержаться в кресле, если следствие признает, что тот ни в чем не виноват. Эта хорошая для Максима Карпухина новость чудесным образом поставила его на ноги. Чтобы лично встретиться с федеральным обмудсменом по правам детей, больница Симашка стала одним из пунктов самарского турне Павла Астахова. Главврач даже сбежал из реанимации, где лежал с гипертоническим кризом. На разборе полетов медики держали глухую оборону, уверяя, в этой нехорошей истории они не виновные, а пострадавшие. 44-летняя беременная медсестра якобы после допросов даже потеряла ребенка. Дознаватель со мной разговаривал ровно, но в это время зашла, во время опроса зашла ее начальница, начальница по делам несовершеннолетних. И сходу она, вот это кто это, вот эта медсестра, которую опрашивали по этому делу. И она начала сходу на меня орать, как вы посмели, да что вы с этим ребенком вытворяли, да вы не женщина, да вы не мать. Конфликт в любом случае любой должен быть не только разрешен, но и следователь причиной. В этом пускай разбираются следственные органы, как они это делают. Если я сделал это некорректно, давайте с них спросим. Пожалуйста, я вам обещаю, с этим руководителем отдела, который так себя вела и довела в это состояние, будем о теме разбираться. Но все негодование врачей обрушивается на головы журналистов, которые посмели вынести ссоры из избы. Мы просили все средства массовой информации, подождите решение следствия, не наглядайте об этом. Значит так, если это выделилось в общественное пространство, это должно обсуждаться. И каждая есть своя правда, и каждый ее должен отстаивать. Это сейчас в узких больничных коридорах не протолкнуться от телекамер, а начиналось с банальной жалобы в Росздравнадзор, которую в сентябре написала Самарчанка. Да идите куда хотите, никуда это дальше не пойдет. Знаете, сколько таких, как вы? Да это сплошь и рядом. Елена Корнева доказала, один в поле тоже воин, тем более, если ты уверен в своей правоте. Пять дней и шесть ночей, которые провела молодая мама вместе с сыном в инфекционном отделении больницы Симашко, кардинально поменяли ее жизнь. В соседних палатах лежали дети-сироты, годовалый Максим и двухлетний Ваня. У малышей диагноз врожденный хронический гепатит С. Елена признается, ее ужаснуло равнодушие медперсонала по отношению к этим несчастным сиротам. Не стелили постельное белье ребенку годовалому, не кормили своевременно, не переодевали, не оказывали вообще никакого внимания плачущему ребенку. Абсолютное равнодушие. То есть даже когда мы, мамочки, уже подходили, говорили о том, что примите какие-то меры, подойдите к ребенку в конце концов, нам говорилось о том, что им нужно заниматься нормальными детьми. То есть четкое разделение на нормальных детей и на ненормальных. Елена пыталась сама как-то помочь малышам покормить их, взять на руки, но все контакты врачи пресекали и мотивируют ее тем, что дети заразны. Эта холодная война пациентки и медперсоналы перешла в открытое противостояние после того, как однажды, по словам молодой мамы, произошло то, о чем она не смогла молчать. Брали за руку, то есть там запихивали в эту палату, подпирали эту палату в шваброй, чтобы ребенок не мог выйти из этой палаты. Понимаете, когда ребенок плакал, звал маму постоянно. Это до того доходило, что у ребенка пропадал голос. То есть кричал 24 часа в сутки. Конечно, медперсонал это очень сильно раздражал. Это было видно по их лицам. То есть эти дети их напрягали. От них не требовалось, понимаете, качать этих детей, ночевать с ними в этой палате. Нет, ну элементарное человеческое отношение должно быть. У них, наверное, уже как атрофировались чувства. Может быть, они видят это каждый день. И то есть, как нам говорилось, пусть эти дети привыкают быть одни. У них такая судьба. Не подходите. Вот они сейчас к вам привыкнут. Зачем это нужно? Пусть они будут одни. У них такая судьба. К детям нужно относиться с любовью. Потому что именно с раннего возраста формируются человеческие качества в человек. А если с такого возраста с ними обращаются, как со зверьми, о чем тут говорить? А именно такое обращение я увидела в больнице «Самашка». Когда скандал вышел в публичную плоскость, Следственный комитет завел уголовное дело по статье «Истязание» в отношении заведомо несовершеннолетнего, а межведомственная правительственная комиссия обнаружила массу нарушений в больнице, ее персонал, шумиху, вызванную заявлением Елены Корневой, объяснил с течением обстоятельств, мол, в эти дни из-за ремонта детско-инфекционное отделение приезжало из одного крыла в другое. А молодая мама раздул из мухи слана, потому что у нее был конфликт с медиками. У нас уже, конечно, бывают такие дети, но вы поймите, у нас идет лечебный процесс, у нас не воспитательное учреждение, у нас режимное учреждение, которое работает по своему собственному режиму. Ну, то есть они урод? Естественно! Естественно! А зачем? Ищет. Как зачем? Здесь как бы в одно время просто сошлись несколько факторов. Во-первых, был некоторый личностный конфликт между женщиной, которая написала жалобу, и медсестрами. Это все сложилось на счет капельного метода введения лекарств, который достаточно долгий и затруднительный. Да, возможно, были какие-то просчеты и недостатки в работе персонала, но они не носят системный характер. И никакого насилия и издевательства над детьми не было. Сейчас Карпухин утверждает, что у меня был личный конфликт по поводу того, что с моим ребенком там что-то не так сделали. Это абсолютно неправда. Какая месть вообще непонятная, и о каком тут пиаре может быть речь. Я просто заступилась за детей, за которых никто никогда не заступится. Попытки свести скандал к буйной фантазии нервной молодой мамы не убеждают и обмунсмена Павла Астахова. Почему мама конфликта? Чем она так не устроила больницу? Почему ее так больница не устроила, что она стала писать заявление? Потому что они дают заказания, что там оставляли им еду и все. Ни одного ни завтрака, ни обеда я не пропустила. Ребенок у меня всегда был накормлен. Всегда. Главврач Семашко оправдывается нехваткой персонала. Место 32 медсестер в отделении только 12. Аргумент не работает. В дефиците кадров Астахов обвиняет само руководство клиники. А что, в чем проблема? Низкая зарплата? Ну, во-первых, не сколько низкая заработная плата, а тяжелая работа. Потому что тут работаешь с детьми, с мамами, с папами, с дедушками, с бабушками постоянно. Нет, ну таких медицинских учреждений у вас же не единственное, не уникальное, правда? Не единственное, но это проблема всех. Она разная, в Москве 100% выкуплетовала. Мы сейчас я был в медицинском центре. Извините, там боли сложные, там все дети с ДЦП. В Калмыкии, в Калмыкии больницы разворованные, разрушенные, которые мы занимались два года назад, и то 60% было. Я очень уважаю и люблю врачей. Я также хорошо знаю закон, в котором написано, что все, что должен делать, как бы он не устал, он должен уважать его пациента. Если это маленький беззащитный пациент, тем более, правда? Говоря о перспективах расследования, эксперт отмечает, что оно может и не дать полных результатов, так как пациенты могут просто бояться говорить, опасаясь плохого отношения со стороны медперсонала. Определить же масштаб проблемы можно только опросив тех, кто лечился в стационаре Симашко последние два года. На уровне оценочных суждений, да, люди не жаловали больницу Симашко, но вот это было зимой, оно было просто кричащее. И женщина жаловалась, что они привезли в больницу Симашко больную маму, пожилую, она довольно грузный человек была. И им пришлось самостоятельно возиться ее от одного корпуса в другой, в одном не принимали, от приемного покоя в другой, рентген, анализы. И при этом попытка как-то договориться или объясниться с врачом не возымела действия. И жалоба была кричащая, потому что заканчивалась словами. Господи, больница Симашко это просто филиал морга. Вот я, поверьте, совсем не хочу, чтобы все это распространилось на всех врачей сразу, потому что кто-то равнодушен, кто-то выкладывается. И даже эти нянечки или медсестры, вот их сейчас, да, заслуживает самого серьезного и разбора полетов. Но я не удивлюсь, если те же самые нянечки, санитарки и медсестры, они спасали людей, выкладывались и помогали огромному количеству пациентов. Очень легко затоптать людей в грязь. Я никоим образом не хочу бросить тень на врачей этого отделения. Это подвижники. Другой вопрос, другой вопрос. Отношения, которые сложились между больными и медиками. Между медиками и руководством. Ведь, допустим, можно же было давным-давно поставить вопрос о нормализации статуса этого единственного в Самаре больницы, отделения, которое специализируется на кишечных инфекциях. Главный врач, я думаю, что вина главного врача здесь есть явная. Он является хозяином территории, он является хозяином всех этих подразделений. И надо к ним подходить по-хозяйски. Знаешь, что в отделении имеются отказные дети? Ну ты лишний раз прояви заботу. Ты выдели из своего главврача фонда или там... Ну найди ты деньги, чтобы проплатить санитаркам дополнительно. На сайте Минздрава есть такая рубрика «Зарплата главных врачей». Главный врач больницы Симашко за 2012 год получил зарплату миллион триста там с чем-то. Я считаю, что проблему можно было бы решить, если бы главный врач знал, что он будет отвечать за некомплект персонала. И в связи с этим мог бы осуществить перераспределение денежных средств. А персонал врачи, санитарки, медсестры, в общем-то, скажем так, их не сильно заботило ситуацией. Потому что зарплата копеечная, приходится, как правило, работать по нескольку дежурств подряд. Люди просто выживают. Существует эмоциональное выгорание, сейчас об этом все говорят, но мир никаких не предпринимать, чтобы этого эмоционального выгорания не было. В Симашко, я думаю, и медсестры, и санитарки остались те, которым безразличенных труд за три копейки, которые не могут пойти куда-то еще, их устраивает. Ведь те же медсестры, тот же заведующий, ведь они не родились такими. Врач-нарколог с 20-летним стажем, а ныне борец за права медиков Татьяна Езерская, убеждена нехватка кадров, беда не только больницы Симашко. По ее словам, ситуация в областном наркодиспансере не лучше. Именно с дефицитом санитаров и медсестер, председатель первичного профсоюза, связывает тот факт, что медучреждение происходит трагедии. В 2011 году в клинике еле откачали пациента, которого избили его соседи по палате. Тогда на суде Татьяна, на тот момент сотрудник наркодиспансера, проходила в качестве свидетеля. Я даже здесь вот выделил, вот, свидетель Е. Здесь пострадавший, потерпевший пояснил, что избиение продолжалось в течение всего вечера, сбивали втроем, остальные пациенты ходили по палате, наблюдали за происходящим. Во время избиения он кричал, звал на помощь, но никто на его крики не реагировал, врачи в палату не заходили. Но с 2011 года никаких мер не предпринято. А вот и совсем свежее ЧП. 25 сентября в больнице умер пациент. Причина все та же, драка. Двое больных не поделили психотропные таблетки. Где же при этом был медперсонал? И почему не вмешался в драку? Вопрос остается риторическим. В следственном комитете отвечают, это не является предметом их расследования. Если это идет, то это идет параллельно с расследованием уголовного дела. И как бы нас это не касается, ну, именно расследование уголовного дела это не касается. То есть мы здесь устанавливаем вину обвиняемого непосредственно. Из показаний свидетелей следует о том, что медперсонал, в принципе, на крики прибежал. Они были допрошены в качестве свидетелей и давали показания в качестве свидетелей. По уголовному делу один обвиняемый, которому, в принципе, сейчас обвинение предъявлено. В областном же Минздраве крайне скупы на комментарии интервью, которое могло бы прояснить ситуацию, я так и не дождалась. В немногословном официальном ответе ведомства, в частности, указывается цитата. Дежурным врачом была оказана медицинская помощь одному пострадавшему, который получил травму брюшной полости. Несмотря на предпринятые реанимационные мероприятия, больной умер в течение 20 минут. Но вот почему драки не помешали? Ведь понятно же, что пациенты-наркоманы потенциально опасны, за ними нужен глаз да глаз. Этот вопрос пока остается без официального ответа. Впрочем, он есть у бывшей сотрудницы областного наркодиспансера Татьяны Езерской. В данном случае, в сентябре месяце, мне известно, что дежурила молодая доктор-женщина. Ну, ей 30, наверное, да? Дежурили две медсестры и дежурили женщины-санитарки. И я полагаю, что даже если что-то и было, если что-то и было слышно, женщины вряд ли выйдут и вряд ли смогут вмешаться в драку взрослых мужчин. Я предполагаю, я не знаю, как было на самом деле, но я допускаю, что такое возможно. Нами было проведено собственное расследование, в результате которого мы выяснили, что руководство лечебного учреждения умышленно скрывает вакансии. Потому что у него есть право в результате экономии фонда заработной платы, скажем так, назначать премии. Естественно, что премии получают не все. То есть деньги есть, деньги умышленно экономятся. Такая неэффективная кадровая политика приводит к тому, что больным оказывается некачественная медицинская помощь. Думаю, что это заявление стоит проверки не только Минздрава, но и правоохранительных органов. Татьяна Езерска уверяет, что письма в министерство и прокуратура она уже отправила. Тоже буду ждать ответа. Возвращаясь же к больнице Семашко, очень надеюсь, что расследование не будет спущено на тормозах. Плюс от разгоревшегося скандала пока только один. В клинике появятся нянечки для ухода за детьми-сиротами, в том числе и в ночное время. Ну а виноват ли персонал больницы решит суд. Хотя это как раз та самая ситуация, когда каждый останется при своем мнении. Ну а у меня на сегодня все. Удачи вам. Увидимся.